Насколько образовательные организации готовы к новому учебному году? Количество детей, которые будут ходить в школу во вторую смену, увеличилось почти 22%. Связано это и с ремонтом учреждений, и с большим количеством учеников, рассказывают специалисты. Эксперты планируют ликвидировать вторую смену с помощью строительства новых образовательных организаций. Школы полностью обеспечены учебниками за счет средств областного бюджета. Горячее питание на Коломе получают 90% организаций. Кроме того, действует набор и в учреждения дополнительного образования. Будут и нововведения. Что нового предусмотрено в этом году в части доп. образования – это создание регионального модельного центра на базе Института развития образования, который будет заниматься персонифицированным учетом всех детей, которые находятся и посещают учреждения доп. образования. Начиная с сентября месяца можно будет зачислить ребенка в учреждения доп. образования. Теперь с помощью электронного сертификата. И каждый родитель будет обладателем такого сертификата. Но единственное, что это, так скажем, нововведение на уровне Российской Федерации для Магаданской области, оно, понятное дело, актуально. Оно позволяет нам учитывать каждого ребенка. Но актуальнее оно в тех регионах, где есть учреждения дополнительного образования платные. У нас все дополнительное образование за счет средств муниципального и областного бюджета.